МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комитет Держконтролю подвел выники працы со зворотами грамадзян за 10 месяцев этого года. По статистике, самыми популярными у насильництва были коммунально-бытовые питания. Их поступило 193, это больше 20% от огольной колькости зворотов. Дорогие, когда пораунувать с аналогичным летошним периодом, то эта личба стала значно меньше. В 2016-м таких зворотов было омаль на сотню больше. Особливо предметно снижение колькости зворотов по пытаниях оплаты жилево-коммунальных послуг. Их стало меньше омаль в два раза. Дорогие, улику пытаний, у которых хвалюют насильництва, кроме оплаты послуг, были так само пытания, связанные с утрыманием и ремонтом жилевого фонда, працей жилево-коммунальных службов, доброупорадкованием, газификацией, водозабеспечением жилья. При этом по всех видах зворотов назирается видовочное снижение. По словам супрацовников Держконтролю, это связано с урагалеванием тарифов на жилево-коммунальные послуги, удосконалением парадку продоставлений этих послуг и проведением активной талмачальной працы. Так, одним из запотребованных форматов информационной связи с насильництвом по ранейшему застаются горячие линии комитета Держконтролю. На опушню из них люди звертались испытаниями проведения капромонта инженерных сеток, дрынной якости косметичного ремонта, завышение кошту подогрева воды, незабеспечение соцстандартов по температуре поветра у квартиры, а так само высокая плата за додатковые послуги у товариства уластников, по некоторых пытаниях дадены талмачения, иншие взяты на контроль. В середине листопада стартует выборчая кампания «Мясцовые советы депутатов». Выборы повинны пройти не поздней, за 20 лютого 2018 года. Об роли депутата в сучасном житии громадства сегодня разважали подчас промого эфиру на радио «Гомель плюс». У гостей студии стала старшиняна Раулянского районного совета депутатов Алла Навуменко. По ее слову, головное призначение депутата – допомога у решения актуальных проблем насильництва. И он повинен выступать посередником, помеж громадянами и выканавшей уладой, и заусёды отстоивать интересы перших. 80 депутатов районного и сельских советов зараз працуют на территории Нарауляншины. Сирот проблемных пытаний, в яке аж тут и днева, яны допомагают выращать жахарам, доброе упорядкование, праца уладкования, сфера ЖКГ и шмат иншагам. Если брать депутатский корпус нашего района, то это очень авторитетные, небезразличные к своей малой родине люди, которых слово не расходится с делом. И люди доверяют им, это очень и очень важно. Да, иногда на приемах люди приходят только лишь за консультацией. Иногда им необходимо решить определенную проблему. Иногда они просто приходят поговорить. Вот часто на приемах в селе их надо, чтобы их услышали. И вот здесь, я считаю, вот именно здесь и нужен депутат. У дни восиньских каникул с 30-го кастричника по 7-й листопаду в Гомельской области традиционно проводится профилактичная акция «Организуй свой вольный час». Все лето у ее заденечено 8,5 тысяч школьников из всех районов Гомельщины. Как працуют школьные лагеры и какие мероприемства чекают детей, доведалась Аганна Корольчук. Зусим недавно почался научальный год, а первый отчет уже скончился. С понеделка школьники на восиньских каникулах. И в этот час можно поспеть многое. Поудельничать в споборницах, выступить на сцене або поезти на экскурсию и заробить саморобный шедевр. Тем более, что для хлопчика и девочек, которые не ожидают проводить вольный час марно, предугледжено шмат интересных мероприемств. Есть возможность не просто отпочить, а проявить себя в разных видах деятельности, спознать нечто новое и поширить свой кругогляд. Например, в средней школе номер 66 города Гомеля подчас каникул працует лагерь «Листопадничек» для детей молодшего школьного взрослого. «Красная линия» в плане работы лагеря проходят мероприятия, которые посвящены безопасности. Например, цикл таких занятий, как уроки мудрой тетушки Савы. Это у нас уроки по правилам дорожного движения. Также мы провели конкурс рисунков «Наша дорога из школы домой». Занятия по правилам дорожного движения проводятся в специально оборудованном кабинете «Центр безопасного детства». В 7.30 ранец и до 16.01 дети поспевают зарабить зарадку, побывать на музычных и спортивных занятках, наведать театры и экскурсии. Головное – забеспечить максимальную занятость неполнолетних, не допустить ученениями правопорушения у излочинствов. Миновата на это нацелена областная профилактическая акция «Организуй свой вольный час». У каждой установки адукации и культуры продумали, чем занять зятею каникулярный период. Они становятся удельниками мероприемств, накерованных на умоцевание здоровья, развитие творческих и интеллектуальных здольностей. В раннейшем можно займаться в гуртках, спортивных секциях и объединениях по интересам. С детьми так само проводят тренинги педагоги-психологи. У более 900 ребят, обучающихся учреждения образования Гомельской области, в период осенних каникул, посетят очень интересный мюзикл патриотической тематики, который называется «Семь темниц Беларуси». Он подготовлен силами Федерации профсоюзов Республики Беларусь совместно с Белорусским государственным университетом культуры. Традиционно, конечно, особое внимание отдается категории детей, которые требуют повышенного педагогического внимания. И детям, которые являются детями-сиротами, оставшимся без попечения родителей. Такое сполучение от починка и працы, взаимальности и познания да поможет школьникам приступить на наступном тыдне да занятков с добрым настроем и новыми силами. Другая четверть самая короткая, тому темпы в учебе варты задать с перших дзен. Хана Корольчук, Игорь Марышченко, отель радиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля отбился областный этап Республиканского фестиваля творчества «Наши таленты – Табе Беларусь». Республиканский фестиваль творчества «Наши таленты – Табе Беларусь» все лето проходит у першиню. В нашем регионе областный этап разгорнувся на сцене Гомельского городского центра культуры. И он собрал коля 700 удельников, представников 11 профсоюзных и ведомостных клубных установ, самых разных кутков в области. Сюда приехали лепшие из лепших, как продемонстровать свои таленты. Этот конкурс дает возможность пообщаться в первую очередь между коллективами. Это люди, которые вовлечены в творчество, которые работают на своих рабочих местах. И поверьте, это мастера своего дела. И они будут вовлечены еще и в творчество. Музыка, танец, песня, наверное, без чего не может прожить ни один человек. Формат конкурсу продуглеживает демонстрацию концертной программы протяглостью до 30 хвилин. Она может включать разные виды и жанры мастерской творчести. Это как коллективное, так и индивидуальное, вокальное и хорографичное выступление. А так само номары оригинального жанру. За каждой яскровой программой дни и месяц напруженных репетиций безумовно, без отрыву от основной и працонной деятельности. У нас работа так поставлена. Если мы водителей троллейбуса можем в субботу-воскресенье собрать, мы приходим, собираемся в субботу-воскресенье. Если после работы, то после работы. Бывает, что, особенно если водитель, например, в первую смену, представляете, он встал в 5 утра, пришел на работу, то у него выезд 5 копееками, да, то есть, соответственно, он отработал и сразу же бегом летит на репетицию. У творчести працонных коллективов улучшит душа белорусского народа. До того же многие ведомы артисты неколе вышли миновитно заводской самодеянности. И наш белорусский Дриневский, и всемирно известная Зыкина. Зыкина была швеей. А вот как раз таки благодаря профсоюзным конкурсам ее заметили, и она стала народной артисткой Советского Союза. Точно так же Дриневский. Он руководил обычным хором на обычном заводе, а теперь он руководитель самого мощного в постсоветском пространстве хора, национального хора имени Ситовича. И мне кажется, что мы должны очень много уделять этому внимания. Федерация профсоюзов Беларуси как раз таки это и делает. И очень убежден в том, что сегодня мы здесь увидим настоящие народные таланты, таланты нашего трудового народа. Не оглядяши на то, что фестиваль творчести «Наши таланты Таби Беларусь», объеднувая самодеянных артистов, оценивать их творчесть будут по всей строгости. У Гомель Журы узнавшалила ведомая спевашка, заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Будем оценивать все в комплексе. Я понимаю, это и режиссура, и драматургия, и артистичность в первую очередь. Конечно, вокальные, хореографические данные, может быть, что-то связанное с оригинальным жанром. Ждем максимального просто проявления таланта. Вот и все. Финал Республиканского фестиваля творчести, профсоюзных и ведомостных клубных установ «Наши таланты Таби Беларусь» отбудется наприконцы Снежня у Минску. Он завершится грандиозным галоконцертом с уделом переможцов усих областных этапов. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомить Максим Савин. Максим Савин.